здесь это будет дубль вот значит дальше как проходит оценка я оцениваю быстро я подмечаю периодически говорю что улучшить но это не разбор потому что ваша работа разбирали то не разбирала оля вот дальше получается я буду немного времени тратить на разбор каждой работы это скорее оценка не разбор вот дальше оценки могут быть разные то есть тройки до пятерки если вдруг вы получите тройку или какую-то там низкую оценку там четверку с минусом не расстраивайтесь ни в коем случае это неплохо вот сразу же даже перед тем как разбор начнется сразу скажите себе что вы молодец очень классно поработали вы создали крутые работы то что вы сделали уже хорошо и с тем что вы сделали уже можно брать первые заказы потому что клиент есть на любой уровень вы бы видели с какими работами в самом начале своей карьеры я брал заказы ну то есть то что было у меня она гораздо 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 хуже чем то что сейчас есть у вас вот это мысль вас должна вдохновлять то есть тот уровень который у нас сейчас получается по окончанию интенсива он гораздо выше м тут уровень с которого мы начинали еще в 2014 году и если вы заметили или замечаете я постоянно эту планку уровня нормы поднимаю и это неизбежно потому что у меня копится опыт вот этот да то есть я тоже прокачиваю постоянно смотренность я лучше начинают хорошие от плохого и так далее и собственно я не могу это не транслировать на студентов и уровень оценок да то есть он тоже растет то есть я оцениваю с каждым интенсивом все строже строже и строже я стараюсь конечно оценивать работы так чтобы это было не обидно но обидно может быть это нормально это означает что вы где-то внутренне себя недооценили если так произошло ничего страшного в этом нету ваша задача похвалить себя есть даже если вы сделаете там все работы на тройке вот ваша задача похвалить себя потому что вы уже очень круто постарались вы прошли вас по месяц обучения это было реально хардкор потому что у нас самая интенсивная программа учения дизайну на рынке вот и для студентов и для кураторов и для тренеров и поэтому отдельно и самая большая благодарность куратором и тренерам что это вкладывает времени вот делится всем чем можно поделиться и вам арно за вашу работу вот вводные я дал погнали тогда оценивать работы так первое первое на оценку у нас первое портфолио на оценку и портфолио деминой анны так ну вот сразу так курсовая значит графика композиция типографика юзабилити и визуальная коммуникация графика косяков вроде не вижу смущает меня немного конечно вот этот цвет и вот эта вот плашка с логотипом да то есть что бы я сделал я бы наверное усиливать усилил бы контраст вот этой вот части и больше бы место отдал под фотографии вот я тут поставлю небольшую точечку но это критично второй блок то отлично третий блок немножко отвалилась вот это немножко отвалился вот этот заголовок от своего контента это вопрос композиции но тоже несущественный дальше внутри модулей все сверстанно в принципе классно шрифты отлично интерлинияш норм единственное только висячие слова оставлять не следует вы об этом узнали должны были узнать на интенсиве это правило необходимо применять потому что висячие слова но они как бы расческу и ты каждой строке должен быть завершенный смысл так здесь да и здесь тоже заголовок смотрится немножко отвалившимся потому что вот эти вот отступы вот этот и вот этот они соразмерные примерно понятно что вот этот больше они примерно одинаковые и вот здесь еще большое пространство она как раз и разваливает если бы типа фотка вот послева а вот этого право тогда было бы получше вот это я отмечу как несущественный стек верстка внутри этих модулей да в принципе круто единственный только вот этот вот отступ должен быть меньше чем вот этот вот и это типа дизайнерское решение недотянутый до конца разделитель ну то есть и так в принципе смотрится тоже норм вода иконки огонь ну что это хорошая работа это пятерка с минусом минус понятно за что вот но начало хорошие погнали дальше промо страница work and travel work and travel usa и твоя крутая летняя подработка штатах классные графические элементы мне кажется они очень в тему единственно вот здесь вот слабого это контраст с визуалом можно было сфотканем на работать желтый на сером он как бы всегда так пропадает мне и очень контрастно смотрится вот здесь ваще огонь прямо огнище чтобы хотелось это сбалансировать вот эти отступы вот этот и вот этот я себе отмечу как один так вот но это такой достаточно стандартный блок но иконки очень детальный прикольные проработанные классно единственное что стоит сбалансировать их размеры по размеру они не везде сбалансированы вот самая маленькая воспринимается вот это вот самая большая если можно вот эту тонку сделать чуть поменьше это относится графики но это тоже несущественно прикольный гайд такой амира выбери свою программу до прикольно да и понятно отзывы да здесь есть тоже несущественный к счет да это вот этот отступ как внешне для всего вот этого модуля да и вот этот отступ как внутренний щас неправильно потому что внутренний больше внешнего наоборот композиции но это тоже несущественный косяк женщину эту где-то я уже видел как хоть и заработать такая популярная стоковая и вуля ладно пусть она будет здесь утер ок форма шикарная заголовки да все одинаковые потом кегли да интер линьяш огонь пусть она это огонь да я бы ее показал значит пять с плюсом дальше интернет магазин леснушки эко-игрушки из твердых пород дерева я делал сам ладно это все шутка так чистый главный экран в целом композицию можно было бы перестроить немножко по-другому достаточно стандартная композиция с перевесом на правую сторону дисбалансе есть присутствует так мы делали до 2015-16 согласен что нам нужно немножко угновить материалы вот но есть еще куча других вариантов как можно поставить эту композицию там сделать центральную делать вот штуку якори да не равенную в общем да я бы делал меньше внимания да больше внимания это да я отмечу как потом здесь дань так их подобран по карточке хорошо это 0 какой-то сильный я могу делать больше чем ну я бы доработал немножко разину это по изобилителю так дальше и правда есть ну как бы с одной стороны к этому блоку то в принципе не прокопаешься только здесь две одинаковые доминанты вот поэтому я бы выделил какую-то одну группу изображений сделал бы больше а вторую сделал бы он сделал бы мне и разрывал бы текст на две части так это у нас получается композиция так вот ей рамка на той же толщины способность так здесь короче не сто левый край а вы границы композиция но это опять же это несущественно то есть дайнеры вот ну вы как дизайнера хочу карта я делал зеленым зеленым сделала и получил обыкан по графике вот но в целом главный экран а прикольный дальше а а а а а это получается на весь экран дождь карточку шире то есть если здесь 4 кажется как это будет ибо это делать типа 3 ну типа столбца до а и 4 да это делать на всю штурину ну вот как то так так в принципе можно сделать это слайдером который уходит за край экрана только не на тильде круто так значит здесь по графике вопросы здесь слабый контраст это прям косяк здесь тоже слабый контраст самое потом slip easy ну несбалансированное расположение элементов логотипа там здесь дыра потом вайси короче здесь с контрастом ял вот это нормально но в разной стилистике конки нет этот экран здесь по поводу стилистики так только с плюсом строит интересности главный экран да этот экран да вот здесь пробел лишний интерлинияж маловат тень грязи а то и здесь здесь нормально здесь интерлинияж да он 5 мин вот что я поздравляю тебе с отличным окончанием огонь портфолио круче чем многих тот человек который пошел в 40 процентов сдавших на пятерки за у нас обычным показателем такой в среднем это примерно от 40 до 50 процентов студентов получают пятерки то есть если взять все работы и примерно больше 40 процентов пятерок по качеству так погнали дальше алена сухинина так мне бы это сразу куда-нибудь сохранять охранять ладно потом разберу короче да я вас попрошу вот этот файл ничего с ним не делать после разбора не удалять его ничего здесь не менять если вы улучшите какую-то работу просто добавьте сюда заменив новой работой старую и чтобы вот эти файлы они все остались в таблице гемификации вот потому что я буду к ним обращаться и я буду отсюда брать лучшие работы для того чтобы показывать нам там потому что работа реально крутая вот эту работу я так погнали дальше все на сухинина все слышно видно нормально ну что-то интересное фотка прогрузится так композиция ну несмотря на то что она достаточно базовая классно балансирует изображение изображение легкое и при этом длинное и перетаскивает на нужное количество внимания и баланс и фонки в разном стиле вот эти типа заливка фонты это я обычно ну не сильно снижаю балл конечно точку ставлю подвисает критично или не критично звук подвисает звук подвисает ну да критично давайте так я сейчас настройки сделаю немножко вот вернусь к вам через пару минут сейчас поставлю на консляцию на стоп вот вы не пугайтесь не отваливайтесь через пару минут вернем это вот что я Так, давайте чекнем. Так, в общем, сейчас продолжим. Если будет подвисать дальше, тогда у меня еще есть способ интернет-проблемы. У смотильника. Так, подключает маленький. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, тут задержку уже не поменять. Так, смотрим. Так, смотрим. Сейчас переподключился. Должно быть нормально. Все, ждем. Дайте обратку, норм или нет. Жду вашу обратку по качеству трансляции. Так, стало лучше. Ну, погнали продолжать тогда. Алена. Алена. Твои работы. Графика. По графике я отметил уже разную стилистику этой иконок. Инстаграмная выпадает. Здесь с контрастом проблема. Нужно дать больше контраста сюда. Контраста цвета. Вот, потом. С композицией вопросов нет. Отступы норм. Шрифты почему-то разные. Кегли здесь. Разные кегли. Ну, это допустимо до двух разных кеглей в наборе и в технических надписях. Технические надписи это всякий пункт. Меня название на кнопках там. Вот здесь отступ большой. Больше чем вот здесь. Вот эти вот два, две части блока развалились. Это косяк композиции. Нужно сделать дальше. Вот здесь отступ сверху больше чем снизу. Не очень правильно. Так, потом. Здесь норм. Про иконки сказал. Про иконки сказал. Отзывы ок. На блог. Слишком большой отступ слева. Можно было. Чуть-чуть поближе. Чуть поменьше отступа. Композиции вопрос. Карта норм. Почему, кстати, не по центру? Понятно. Центру вот здесь вот был. Здесь с контрастом в тексте нужно чуть поработать. Усилить контраст цвета в тексте. В этих хитах. Так. И, собственно, все. Можно поставить пять с минусом, в принципе, из-за этого работы. Так. Чего у нас в промо-странице? Я, короче, вначале очень медленно разберусь. Конец. Так. Магазин. Два вопроса. Первый. Перевес у композиции направо. Прям жесткий перевес здесь. И второй вопрос. Почему он главный элемент? Выделенный на обеи подсвет. Это очень. Правильно. Это вопрос в графике. Выделенный элемент. Сюда должен быть сильнее, чем все. Начал. Пяец. И в ты ништяк. Поражение. Супер. Здесь, в этом блоке, какой-то перебор по прямоугольникам. Я бы посмотрел, как это можно упростить. Фотки норм. Упростить форму. Да, это графика. Здесь ништяк. Здесь. Какой-то из этих двух объектов, он должен быть важнее. Ну, тот, на который больше внимания. То есть, фотография. Я бы фотку здесь делал. Но это не критично. Здесь с отступом проблем. Слишком большой отступ по сравнению с детальными. Вверху и снизу. Вот. Но в целом, как бы, эти замечания, они тоже не сильно критичны. По главному экрану, но я бы не поставил там что-то. Да, ништяк. Да. Прикольно. Так, минусы. Так, промо. Полночь в Париже. Блин. Вот здесь дисбаланс жесткий. Композиция а-ля рельса в разрезе. Неустойчиво смотрится, потому что, как бы, почему неустойчиво? Принципы нашего восприятия визуала, они примерно такие же. Принципы восприятия реальности. То есть, если мы ставим, берем один кирпич, у него ставим половинку кирпича, на эту половинку кирпича ставим другой большой кирпич. Эта конструкция, она выглядит как? Устойчиво или неустойчиво? Скорее всего, неустойчиво. Это создает у нас паттерн мышления, да? То есть, нейронные связки, связки, определенные, да? Нейронные связи. Вот. Потом мы смотрим на ту же самую картину в визуале. Та же самая форма. Кажется, она нам устойчива или нет? Нет. Не кажется. Какая здесь логичная была бы форма? Вот. Ну, например, форма эфелевой башни. Вот. Но тут уже, как бы, это другая задача, да, немножко. Вот. Как сделать смысл в этой эфелевой башне, чтобы все было читаемо, понятно, там, и так далее. Но это классный эксперимент. Можно попробовать. Тоже задача решаема однозначно. Вот. Композиция здесь неустойчива. Вот. Потом вот это огонь. Вопросов нет практически. Показачем. Здесь экран туда. Потому что это этаж отдельный. И черный вот этот блок, это тоже образует отдельный этаж. Так. Композиции. Вот это огонь. Вот это огонь. За исключением, вот здесь отступы неправильные. Композиция. Здесь. А, здесь еще из. Перенеси. Он на новую строчку. Это небольшой ксичок по типографике. Композиция. Композиция совсем не маленькая. Финальный экран. Да, норм. Так. Блин. Ну, надо доработать. Короче. Вот этот вот главный экран. И вот этого. Ладно. 4 с плюсом не ставлю. С минус. IOS. Water Balance. Да. Только вот чуть-чуть больше интерлинииаж можно сделать. Да. Только отступы нужно отбалансировать. Вот этот вот большой. Вот этот вот. Вот это да. Это да. Но здесь нужно выделить что-то вот. Какой-то основной экран. Потому что сейчас вот это и вот это вот. Примерно две таких равнозначные штуки. Я за то, чтобы в экране мобильного приложения все-таки была какая-то однозначная доминанта. Все остальное было ей причинено. Но когда я вижу вот такую картину и вот такую картину, что в принципе, я начинаю путаться. В принципе, любой пользователь. Путаться там по равнозначной позиции. Если здесь вот этот однозначный. То же самое. Вот. Ну и, конечно, выравнивание. Так, в чем мне? Вравнивание. Для мобильного приложения, ну, достаточно крышков, чтобы поставить. Надо перес плюсом сделать. Потом строит. Да. Можно сделать чуть-чуть пониже. Да. Потому что туда-то отступом. Да, но. Смотри, сколько разных шрифтов. Раз, два, три. Размеров смотри. Четыре, пять. Это овер дофига для мобилки. Поэтому нужно приводить размеры к тому знаменателю. Вот. Но это единственный косяк, который здесь отметить. Он не сильно критичный, хотя над ним стоит поработать. Окей. С минусом. Ну что, я Алену поздравляю. Тоже отличные работы. Хорошее портфолио по окончанию. Похвалить. Можно себя на пенсии. Вот. Ну и я хваливаю себя тоже. Ты умничка. Упасно получилось. Благодарю тебя за то, что ты умничка. Погнали смотреть дальше. Блин, как это удобно. Ссылки в том. Владислав Танчук нас не сдал работы. Я отмечаю, что слился. Или давайте я буду опять не оттестован. Я ожидаю увидеть работы. И у вас будет возможность исправить или улучшить работу, если будет в этом необходимость. В течение наверное двух недель после окончания этого интенсива. Я проведу еще один разбор. Либо в трансляции, либо на видео. Дальше Ольга Быкова. Как с коннектом? Нормально все? Так. погнали изображение прогрузится ну окей поехали значит неверно да вот так вот обрезать прям кусочек изображения либо обрезать какую-то существенную часть либо не обрезается всем это графика дальше композиция четкий перевес на правую сторону потом отступы здесь и отступы здесь неправильные они тоже являются частью композиций шрифты норм вот этот отступ нужно решить с ним вопрос вот то есть как сделать нужно вот эту тарелку разместить прямо однозначно на заднем плане на что хорошо так за отписи поражение вопрос с отступом здесь тоже решит здесь ну целом вопросов нет здесь есть вопрос отступ снизу больше нужно делать на этичных да но образуется здесь дыра я бы сделал например слева вот эти пюшки а справа большую фотку повара снаб эта композиция скретно косяк вот потом здесь отступ маленькие меньше чем слева и вот здесь вот такая дырка образовалась как лучше верстать вот такие списки верстайте либо вот так да чтоб правый край был либо вот так либо так ну то есть либо половинка воронки либо половинка воронки перевернута наверх либо облачка так окей куда у нас делись левая и правая граница можно кстати совместить это два блока но как бы в целом вопрос не при вот это разместить по центру этот тег конки в разности так ну и чё в итоге это перри с плюсом работа так это дальше погнали промо страница так была выбрана такая ночная неоновая тема для бирнинг мэн но не самая популярная ассоциация с бирнинг мэн потому что ну как посмотреть сам популярной ассоциации заходите гугл поиск по картинкам смотрите изображение и вот она самая популярная схема вот прям однозначно да понятно что там есть движуха ночью но короче в основном народ пишет движуху днем все статьи все фотки вот эти репортажи фото репортажи но все про днем потом больше гораздо деталей может эти именно с пустыней ассоциируется бирнинг мэн а не с найт клабом вот это по части визуальной коммуникации но это концептуальное улучшение которое можно сделать по поводу этой работы вот дальше по поводу шрифта ну он достаточно олдскульный в данном случае да понятно что он согласуется с той темой которую ты выбрала с той темы визуализация до ночной движухой вот но шрифт он очень олдскульный ну то есть мне кажется что здесь нужно использовать какой-нибудь геометрический гротеск лучше то есть где о круг а не прямоугольник но при этом вот ты хорошую идею нашла вот с этими дублируемыми контурами мне кажется если геометрический гротеск найти вот с такими же немного космическими контурами тогда пойдет сейчас типа это прям восьмидесятые вот это тоже визуальная коммуникация вопрос к этому дальше мне кажется что нужно еще больше места уделять изображениям в блоках да то есть вот например таких блоков такие блоки они скрывают смысл точнее эмоциональный посыл от изображения чем больше фотка тем она получается более эмоционально читабельная вот и я бы меньше вместо выделял бы подтекст больше места под фото ряд это про композицию вот потом здесь стоит еще больше внимания уделять самому контенту фотографии они и не ее рамку не ее рамки вот рамка рамка слишком сильно заметная это не сильно правильно и это рамка она пересиливает заголовок и фотку это по графике вопрос дальше поводу выравнивания смотри либо делать ровно все да то есть следовать определенным законам левый правый край да они саванны либо делать все в хаосе короче здесь у тебя согласованность есть первый второй третий блок вот этот оружие способность левый правый левая правая границ контент как сделать просто делаешь охрененно здорово фотку по всему формату и показываешь фотки и слайдер а кстати ты как она тыкать мир поражения окей один вопрос композиции дальше вот здесь маленький от слева по билетам все понятно стилистика иконок грамм вывалился вот этот четыре с плюсом прикольная тема берли так дальше тренд магазин главная страница композиция норм смотря на то что право ну о шрифт по форме согласован с вертикальным форсом вертикальные прямой некий на а прикольно но есть проблема большой интер линей аж здесь маленький отступ до пирки правил внутреннего и внешнего нарушена это но это в данном случае косяк типографики вопрос контролем на самом деле одновременно композиции зачем делать главный элемент лобби и я уже про это говорил это шикарный блог это шикарный блог короче новогодние предложения мне кажется и новогодние предложения они тоже должны в общем стиле сайта нафига делать другую стилистику непонятно поэтому вот это нужно переделать графика так да фотки подобраны классно открыть интерняш чуть побольше пусть будет тут заголовок ну зачем здесь такой здоровенный заголовок он может быть по иерархии такой же как пункты очень по графика но в целом как бы каждый из этих кистов они не являются столь критичными на кроме как вот этот правильно объединение вот это нужно пофиксить и будет супер ну и вот это конечно но это скорее опять с минусу так приложение ios да да в целом да можно убрать нафиг вот эту вот рамку и решить вопрос без рамки затнив уголочек это да это да короче вот с этим нужно 5 с точкой не могу поставить на 5 минусом я поставлю того чтобы просто ты фиксил и вот этот косяк поверь меня будет цель не смотреться так погода гуднайт ошибка буквы порядок букв перепутан течь так так это мне не нравится что здесь раздробленность такая в композиции получилось да и непонятно какой элемент это главным я бы на верно и сделал заголовок главным про на не является прям первостепенной информации а подожди погода не наоборот температуру вытаскивать нужно куда-то наверх или прям как-то выделять а вот это вот все делать второстепенно как раз температура и заголовок конфликтуют как бы я тогда делал этот заголовок привязывал бы к температуре там так есть дыра есть нормально есть маленький интернеш короче это четыре с плюсом ну вот ну что я поздравляю это тоже классный результат по окончанию я поздравляю тебя с окончанием ты очень классно поработал ты можешь себе так начали дальше а есть и и и и вы и и Работа Карпухина и Екатерины. А, нет. А, нет. А, нет. А, нет. Так, переподключился. Смотрите, как сейчас. Смотрите. Так, ну что в итоге? Так. Так, Екатерина Карпухина. Так. 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 графической какой-то дополнительной переработки смотрится хрененно круто вот здесь внутри вот здесь вот здесь значит на какие референсы можно ориентироваться 1 2 3 4 вот вот может быть 5 вот это основной референс на 6 короче ищешь просто фотку где он темный и виден только силуэт вот тоже вариант а так мы получилось пересвечено ну и ты попыталась как-то это исправить видимо добавь туда разных по композиции в целом ок достаточно простая композиция вот это норм лучше вот это прикольно такая схема прикольная я не знаю значит конечно значит эти точки но понятно что м проверьте мы им жирнее так вот хорошо композиция вот тут менее ок это ок ок можно сделать дырку здесь но как бы вот этот главный экран его прям реально нужно работать потому что сейчас это оценка четверка так как слышно нормально нет видно так дальше промо качество фото до перевес композиции опять направо и очень хорошо лифты до цвет до ягодки до рации ну то есть и главный экран сам норм их какими критично звучит они нет значит здесь отступы правильно маленькие большие композиция фотками ничего не надо делать вольные фотки и в томе тоже да прикольно опасно да 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 контраст слабоватый только но в целом тексики которые есть сейчас они не критичны вот эту работу может ну с минусами пять с точкой вы поставил я мы не считаем 5 так так вот здесь конкретный перевес на право нужно балансировать композицию главного экрана логотип большой слишком но отступы сверху снизу во первых одинаковые должны чуть-чуть уменьшить блога здесь отступы сверху с нижней не одинаковые позиции работа это да прилипли надписи нужно их отклепить чуть подальше сделать нет нет развалился блок четко на две части две одинаковые доминанты в разных углах это плохо это да окей вот это лучше видишь потому что вот это у тебя супер обратите внимание кстати на тренды да то есть получается рынок одежды да фэшн индустрия эта индустрия она максимально чувствительна к изменению трендов то есть тренды там я бы сказал так даже с фэшн индустрии тренды начинаются да это все что касается одежды мебели ну то есть предметов интерьера каких-то аксессуаров и эта сфера она отражает тренды максимально быстро как мне кажется обратите внимание на фотографии то есть в одежде нет проблем найти нормальные фотки для интернет-магазина то есть нормальный классно отхода на моделях там и так далее вот потому что чуваки из фэшн они у них уровень нормы да вот это вот насмотренности она как бы она очень давно формировалась и она у них как бы с приходом диджитал уже по сути было то есть но это как бы дизайнеры я же дизайнеры только в оффлайне потом диджитал пришел и они просто перетянули продажи в онлайн и в онлайне тоже понимает что должно выглядеть круто да то есть по сути они взяли свои витрины которые были у них классно оформлены перетащили в онлайн вот что я про это рассказывал ну короче не знаю инсайд интернет-магазины а вот что насмотренность можно свою прокачивать просматривая референсы по запросу в фэшн и там короче больше больше будет трендового больше будет близкого уровня нормы смотрите вот прям однозначно в фэшн вводим веб и тут очень много работ на которые реально можно ориентироваться раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать ну короче много очень прям каждая наверное каждый наверное процентов 90 да да прикольно прикольно так окей блин надо переделать главный экран ну капец и вот это тоже нужно делать за вот это вот я снижаю оценку до четверки с плюсом для мотивации переделать так погнали дальше приложение ios да это прикольно да вот это прикольно доминанта однозначно явная да вот здесь нижний блок здесь ну немножко проблема с доминантами ну я бы взял усилил это сделал бы главным вот это да это второстепенный может быть графику отсюда убрать и сделать более больше внимания вот и не гра а тёрка с минусом а в принципе да вот первый второй третий экраны можно играть кейсах так дальше так так ну и режимы гнем paper weather здесь paper есть здесь paper нету короче раз согласован стилистик сейчас вот этот главный экран он сильно вбивается очень удобно и и фильмы вооружение и и и вот и и и и и а Это такой разряженный, плотный очень. Да, да, однозначно. Я бы делал меньше облаков, например, там снизу чуть-чуть облачков, сверху чуть-чуть облачков, солнышко поменьше чуть-чуть. И вот это вот сделал бы основным, менять. Надо, нужно поработать с изображением. Да, композиция может преработать. Так. И с цветовой схемой, ну, непонятно. В общем, день, но... Сделать белый фон. Тверстка и указ их нет. С контрастом, потому что... Зачем? Так, окей, это тоже 4 с плюсом. Обращать нужно цветовую схему. Делать более цельную композицию. Сказал уже как. Ну, это просто один из вариантов. Так, и... Все. Готово. Значит... Я закрустач поставил 4 с... Ну вот, поздравляю с окончанием. Две пятерки, хорошо. Вот эту вот работу, я надеюсь, то, что ты мне покажешь в течение этих двух недель, сможешь повысить оценку. Желайте в этом успехов. И я тебя поздравляю с окончанием. Это было... Собой. С результатом. Кто отметил для себя какое-то изменение, решение в области самодисциплины, напишите, пожалуйста, в чате. Так, погнали дальше. Екатерина Приемахова. Пардона, Екатерина Приемахова. Пардона, Екатерина Приемахова. Так, посмотрим. Сейчас фотки прогрузятся. Ну, это интересно. Так, это тоже интересно. Ну, окей, давайте сначала. Все, слышно, видно на меня нормально. Дайте обратку. Я задал вопрос, отметили ли вы какие-то изменения по части самодисциплины по с лентой. Ладно, погнали разбирать. Жду ваши ответы. Так, фото. Позится. Блин, ну давай прогрузим. Ладно, посмотрим. И пока вот. Так. Тапка норм. Я бы, конечно, улучшил тип. Даже если не литковый. По крайней мере, для учебной работы. Главный экран, да, ништяк. Да. Да. Ну, такая фрики. Фрики. Фриковая немножко композиция. Пойдет. Да. 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 В общем, делать для фэшн выгодно. Да. Прикольная доминанта. Ну что, круто. Пятерка. Ребята, а у меня там слышно? Нет? Опять молчит. Так, драк-магазин. Пятерка. Погнали дальше. Кто прогрузился? Да, шикарный шрифт. Здесь проблема с инфраструктуром. Чуть-чуть больше. Вот этот, наверное, отступил. Кидал. Хоть шрифты, огонь прям. Супер. Да. Композиция, огонь. Да. Да, шрифты. Супер. Фотки, супер. Под развалился блок, да, вот большие отступы к карточке. Понять, как тенить получше. Можно делать меньше отступов. И можно сделать какое-то описание, типа, кто у нас в рассылке. Затем подписывайся. Так, ну что, это прикольно. Это пятерка. Пятерка. Плюсом. Так, что меня тут смущает? Смущает. То, что вот здесь вот стоп маленький, то изображение занимает немного места, да, то есть изображения в блоках получились сильнее, чем остальные. Вот это вот слишком большие заголовки, слишком большой заголовок, слишком много места под него выделено. Ну, и перевес получается на правую сторону композиции. Вот эта рамка, эта рамка, к ним вопросы. Вот эти иконки, разные по стилистике, к ним вопросы. Короче, главный экран нужно переделать. Здесь слишком маленький отступ. Здесь нормально, здесь слишком маленький отступ. Смотри, ты верстаешь тут плитками. Плитки по всей ширине. Если по всей ширине, значит, сетка здесь 12-столбцевая с отступами, с полями, да, то есть не работает. Значит, нужно верстать по другим правилам. Ничего страшного, если ты выбьешь сетку, которая изначально придерживалась, либо можно все согласовать, можно сделать сетку, которая не имеет отступов, да, там, либо отступ равен отступам по поля. Поля, я говорю про поля. Ширина поля, а в нашей... Прикольно, спасибо за смс-ку. Таня. Окей, сейчас прогрузится. О, аллилуйя, спасибо. Ладно, сейчас почитаю камень. Фотка, вот это огонь, вот это фото, тоже норм. Но вот здесь есть проблема. Все эти три фотографии, они сделаны в разных стилях. Вот, и я бы согласовывал стилистику. Вот здесь все круто, все прям в одном стиле огонь. Здесь соцтопаем. Ок, вот этот блок прикольный. Футер тоже прикольный, жирный такой. Так, это 4 с плюсом. Так, и осталось два приложения. Так, айос. Блин. Так, приложение грибы для детей и взрослых. Хорошо, пойти. И хорошо, привет, грибник. И заходи. То есть, и сказать. Контраст. Здесь просто надо что-то сделать. Удобные, ядовитые, ложные. Допустим. Допустим. Допустим, с контрастом здесь слабовато. Можно показывать тоже вот такую же плашечку. Беленькую, непрозрачную. Я прилогу дираю, в принципе, по-моему. Здесь с отступами вопросы. Внутренние, да, меньше. Внешние вопросы больше. Ну и с цветом решить вопрос. С цветом презентации и ловко в как раз-то там слабый. С цветом презентации и ловко в как раз-то там слабый. С цветом презентации и ловко в как раз-то там слабый. Блин, какая же не очень хорошая диаметрия в этой иллюстрации. Я бы подобрал другую иллюстрацию. Здесь с отступами проблема. Наверное, я бы, пожалуй, делал вот это. Здесь в целом нормально. Потом здесь тоже меньше вот. Сделал здесь. Внутряк. Я бы тут тарелку нарисовал. Порция. Ладно. Блин, зачем делать вот такого вот очень слабого контраста? Сек. Вот она у тебя, этот конка. Здесь сделать просто тарелку. Так, здесь больше интер-линяш сделать. Здесь тоже больше интер-линяш сделать. Короче, смотрите, вы должны заботиться о своих пользователях. Поэтому для них максимально все упрощайте. Максимально все упрощайте. Не выкидывайте все лишнее. Важные тексты делать простыми. Короче, надо заботиться о них. Вот, типа, полюбить своих пользователей. Ну вот. Перес плюсом тоже за это приложение. Ну что, я тебе поздравляю с окончанием. Классный результат. Классное портфолио. Ты умничка. Так, ну-ка, что-то мне в чате, чего я пропустил. Так, с парным танцем, с референсами не все так хорошо. Смотри, Кать. Референсов очень много. Ну, то есть, то, что вы увидели в дрибле, прямо реально дофига всякого разного. Вопрос в том, что оно все очень разное. И работа с уровнем нормы, вот именно по твоей теме, по танцам, наверное, не более 10%. Здесь, для того, чтобы найти хорошие референсы, нужно качать на осмотренность. Я не знаю, давали ли вам тренеры, скорее всего, должны были делиться моей ссылкой на подборку работ из уровня нормы. Должны были давать, но я вам закину ее еще раз. И реально, это ключевой вопрос. Тебе нужно прокачивать на осмотренность. Галина, вот-вот я запарилась норм фото для своего. Катя, все. И нос. Анна Бережная, заметила, что могу больше, чем кажется. Так, Катя, да, отметила, научилась грамотно распределять время в течение дня и делать в первую очередь самое важное дело. Огонь. Вот это вот вообще важная практика. Оля, по самодисциплине особых изменений не было в режиме написания диплома до сих пор. Плавный переход. Так, Дарина, дедлайна каждый день научилась. Что-то не получает. Дарина. Так, Оля, жизнь стала намного насыщеннее. Это точно разгоняешься, так что... Вот, где-то интеллект. Кстати, изучение с работы очень сложно. Пришлось уменьшить время сна, соответственно. Вот, ну, по крайней мере. Из своих собственных инсайтов, да, я повышал активность. Один из недавних практик, которые... Сделать это практика утра. Книга «Магия утра». Вот, кто знает, напишите плюсик. Кто не знает, минусы. Пишите. Сейчас встаю в 5.30 утра и колбашу просто до 22.00. Реально работает, очень круто. Я не сказал бы, что я жаворнок. Вообще ни разу. Больше совой бы себя назвал. И тут пришлось... Получилось. Так, окей. Дальше. Кто там у нас? Алимхан Башаев. Не отлистован. Ева Хархардина. Так, посмотрим. По части насмотренности процесс, так сказать, калибровкой на уровень нормы у каждого идет со своей скоростью. Очень сильно зависит от нашего способности. Отсо привычного. Вот. Пясню. Если вы живете в небольшом городе, Красноярск, Томск или меньше, то до вас тренды доходят... Ну, чем дальше вы от Москвы, тем тренды доходят дольше. И у вас контекст по качеству из балла как неприскорбно хуже. Вот. Это не камень в огород. Это просто так. И, короче, у вас получается некая стартовая позиция по насмотренности. Она более... Ну, короче, режим игры арткор. Вот. Форы нету. И ваша задача уметь абстрагироваться от того контекста, который есть вокруг вас и направлять свое внимание на тот контекст. к европейскому, европейскому, не к штатовскому, европейскому, европейской части России. Почему? Там достаточно требовательная аудитория в плане визуального стиля, потому что у них очень богатая и длинная, большая история. Потому что там и история архитектуры, там и история искусства, история живописи, история дизайна. Там уже у нас, я не считаю, что есть история дизайна. У нас не было. Сейчас нету таких серьезных школ дизайна, как есть в Европе. А в Европе они были еще в начале 20 века. А до этого еще у них были всякие школы архитектуры нормальные и школы искусств. И там достаточно серьезная история накопилась, и все это хочешь, не хочешь, оно оказывает влияние на людей. потому что дизайнер здесь, получается, с одной стороны он задает тренд, он показывает то, как может быть людям. Люди, когда пробуют что-то реально вкусное, это как метафора в плане визуала, они дальше, они не согласны на что-то менее вкусное. То есть, например, если вы были в Европе, да, например, и видели, насколько там круто выглядит реклама, например, не знаю, я был в Берлине, но по видосам можно понять, да. Я был в Германии, ну, кстати, да, там реально прокачано, там даже в каком-то захолустном городишке вывески вот кто бы, вот люди не не заняли, но кто бы мог подумать, да, там какой-нибудь пригород Ганновера, ты езжаешь в отель, у них меню с верстом, у нас заедет, короче, в пригороде Новосибирска, кафе, не очень. Короче, и ключевая задача ваша, да, это прокачивать свою способность, выделять из всей массы, вот эти зерна хорошего, искры, и вы быстрее это сделаете, если будете реально смотреть на европейскую культуру и историю. Вот. Потому что они дофига работают пройдут. И дальше вам будет проще понимать, когда вы дрибл просматриваете референсы, вы будете однозначно точно определять, что есть круто, что нет. но это процесс, это время нужно, ну, я этим занимаюсь, я не знаю, сколько лет уже. Наверное, где-то около 10. на этом навыки я и создал школу. Так-то. Ладно, поехали, хархардина Ева. Удач. лофт-студия. Лофт-студия. Смотри, вот этот вот шрифт выбран в качестве второстепенного, наверное, не очень удачно, наверное, лучше его использовать в качестве основного шрифта. для сдавовка. Вот здесь слабый контраст по композиции, ну, более-менее, оп, такой перевес направо существует, но все-таки вот это, они, оно, вот. Телефон, нафига делать таким большим, непонятно, да, его нужно сопровождать, тем более контурусом. Вот это иконка телефонной трубки, но, согласитесь, это виден. Можно вообще иконку не использовать, просто номер и все понятно. Да, прикольно. Да, компания, прикольно, фактуэда, не менее. Фактуэда только, но не делайте их больше, чем в автоблоках. У вас иерархия портится. Да, да, с контрастом вопросов. Я бы делал вот это вот так. Большие отступы. Меньшина. Да, логотипы, да, да. О, где? Так. Так, это 4 с плюсом. Стали дальше. Илайн ТВ. фирменный шрифт. И по центру. 1. Так, ну да ладно, главный экран, допустим, иконки согласованы. почему не сделать одинок этих. Да, да. Так, интерактивная телепрограмма. все. От 4.00. А, ссылка. Это линия дня. Ну ладно, более-менее. Можно разобраться, хотя сложновато. Здесь дыра, как это. ОК. Вот это ОК смотрится, а в мелком кегле не учитывать контура. В большом кегле норм, в маленьком нет. И тем более, почему здесь взялся сейчас, в столовках, в столовках, забыл. Развалился футер немного. Вот, хотя сделано по сетке. То есть, это коглядь, но не критичный. Так, ну вот. Так, народный магазин. Да. Классно комбайд. Шрифт спорно, конечно. Так, Окей. И почти. А вы как раз, здесь. Взорный делай. И лучше здесь сделать какое-нибудь большое изображение. Маленькое. Смотри, акция должна быть с одной стороны, в общей стилистике, у тебя вроде суббота. Но она должна быть эмоциональная. Чтобы она была эмоциональная, нужно эту задачу решать. Если изображениями вы ее решаете, тогда изображение нужно делать больше. Вот. И выбирать другую немного изображения. Это не эмоциональная акция, да. 50% здесь никакого органа не выступает, потому что блок серый. цвет очень хорошо работает в плане создания правильных смыслов. Вот. Психология цвета. Изучайте эту штуку. В остальном я вроде вопросов каких-то не вижу. 5 с мин. сфотов. iOS. Да, композиция «Огонь». Да. Проблема немного с контрастом вот здесь. Вот здесь прям совершенно не видно. Я бы задал вопрос как-то первое о размещении. Второе затенял бы нижние края как, например, вот. Единственный вопрос к этой работе. Опять с минусом. Классная работа в целом. Да. Вообще огонь. Ну, референсов на эту тему достаточно. В принципе, ты здесь делала все правильно с точки зрения верстки тоже. только только вот этот должен быть главным блоком. Этот в целом пятерку можно ставить, но вот этот экран он тянет опять с минусом. Вот. Ну что, это отличный результат. Пятерки с минусом, но как бы там не сильно существенные косяки, да, при желании, если ты перфекционист, ты можешь справиться в двух неделе, справиться не сложно. Я поздравляю тебя с завершением актива. Очень классная работа пошла. Так, Дарина. Так, окей, сейчас прогрузится. Скольно. Блин. Я тут достал мои любимые книжечки, они были в коробках все сложные. Читали вот эту. Это прям настольная такая угарная. Вообще очень классная книга про буквы. Ладно, потом еще. Погнали. Вкусные булки. Да, отличная композиция. Отличных хлебушек. Я бы булку больше сделал. Я бы сделал. Критично. Крифты супер. Два разных, но очень соответствуют стеки. прям кайф. Да. Дальше продолжая тему с трендами. Не знаю, что-то из меня прет эта тема. Пожилось все. Общепит является вторым по скорости отражения трендов потребительских. Сначала мне кажется это одежда и всякий разный фэшн. Потом общепит. Вот. Потому что здесь аудитория конкретно становится уже более требовательной. Тренды идут оттуда же. Это Европа. То есть самая крутая кухня это европейские страны. самые крутые школы кулинарные да и поварские то есть шефовские это все там. Самые крутые московские шефы или питерские они учились там. Вот. И тренды пришли оттуда потому что там более требовательная кухня потому что там есть рестораны на любой вкус да как и в москве и в питере сейчас. Вот. И сейчас это все доходит от центра дальше к регионам. И собственно это отражается и в диджитал тоже. Веб быстрее изменяется а вот что-то скорость рекламной графики развития рекламной графики но как-то типа не сильно. Да Москва Питер там уже поле форм в центральных частях. Вот. Конечно в Москве там есть определенные законы количество рекламы в городах можно посмотреть печатные нужно смотреть печатные здания для понять сколько уровень нормы сколько концу ну да насколько тренд больше тренды это вот требовательность вителю насколько оно больше развито в просто зайдите в какую-нибудь азбуку вкуса смотрите там на прилавок с прессой смотрите на верстку вам понравится король супер и вот это прям супер да отличная работа вообще отлично вот это пятерка с плюс так курсовая рома отличный главный экран вопросов вообще у меня не бывает шрифт подобран прям как надо ну как вообще подбирать шрифты первое точнее два фактора это хожесть в геометрии смотрите на формы которые здесь да это вертикальные школьные формы около того форма шрифта первая форма второе это по эмоциям как вы думаете да здесь гартеск странно было бы если бы здесь была бы антиква правильно а да 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 интернет-магазин и целей конечно же делать сайт для smack это очень выгодно потому что эти ребята они сильно заморачены кости стилистики но в смысле по части вот чувствование прекрасного я бы так там если в вашем городе есть магазин smack зайдите туда и там есть конкретная вот такая вот ретро стилистика современная за счет цвета и вот это вот бытовая техника ну и за счет типа упрощения форм это бытовая техника она прям классно встает в интерьеры даже хай-тек овске и окажется в основном эта тема под какой-нибудь рустик вот под какие-нибудь классические но и в хай-тек тоже встает нормально взять например те же самые либо вот ир темный но смотрится ништяк а еще я рекомендую вам зайти в магазин порк если есть такой магазин в вашем городе блин там настолько крутая техника да вы просто посмотрите и просто покрутите в руках потрогайте это сколько там чего подогнано питали подобным друг другу есть единая выдержанная стилистическая линия по всем продуктам блин этот так вообще круто да эта техника супер дорогая там какая-нибудь доска для стейка с вилкой ножом дать деревянность от 8 к помоему и 28 но это вообще другой уровень и короче смотрите классные продукты классных магазинов я короче я понял блин в каком ключе писать мой собственный блог в инстаграме я буду писать как раз про те вещи которые я читаю супер крутыми да то есть это это не про веб это про любить себя и кружать себя прекрасным ну вот например петроглиф есть такая вода обратите внимание на дизайн упаковки это алтайская вода у с другой прям реально крутой но блин даже если там была обычная вода вот эта упаковка прям супер вот просто огонь и форма бутылки ну короче прям приятно держать руках приятно смотреть окей дальше шрифт такой близкий к близкий к первым к фирменному я не знаю как у них фирменный нас по заголовку смыть так окей и и и и единственное что в этом шрифте не проработаны знаки есть размер то есть полужирный наверное да какой это остался и дело такая и косяки часто бывают шрифтах котов платные вот всякие разные знаки типа процентом персанды там далее они все проработаны только в регула и вот получается вот такой облом косяк так и и ей ну ты выбрала тему минимализма но на самом деле если говорить про визуальную коммуникацию я бы выбирал тему большего количества и знала я бы через фотографии такого формата иглся бы интерьерах потом сыщенные более сочные больше них какого-то насыщенности и эмоциональности соответственно вот и дальше я бы здесь в этой работе отходил бы до от меня от маленьких форматов и использовал в большие форматы потому что очень важно давать пользователю они детали вот прям можно делать даже фотку да там какой-нибудь прямоугольный формат и показывать одну четвертую продукта да например одну четвертую чайника какую-нибудь ручку показать да и это будет прям супер круто понятно это не и основная фотка будет будет какая-то второстепенна на дизайн детали классного дизайна нужно дать на показывать короче вот пока что это работа ну как бы я бы не сказал что в шаблоны но она такая давай я там поставил за ней здесь есть огромный потом стал как можно и тут так окей ей 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 и бьюти ай вот здесь только так чего береги планету утилизируем мусор правильно прикольно прикольно эмоции здесь только должна быть основная часть это ну как бы вот это нам переводить вот это на 4 плюсы вот но в целом уровень портфолио очень хороший отправляйте с окончанием классная работа вот ну и что я поздравляю татьяну за то что довела свою группу до отличного и да то есть очень много классных работ и я поздравляю кураторов татьяну татьяну отрыв решал ваши базовые вопросы в течение курса ну что переходим тогда к группе ольги гиросименко полагаю пару часов погнали перерыва кстати не надо давайте может сделан перерыв небольшой 5 дальше вернемся я выключу и то есть Продолжение следует... 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 так огонь вот огонь в эту фото короче реальном фотка на главном она эти нужды так это пятерка может быть пятерка с плюсом если классно переделали так дальше тоже работа с контрастом слабый контраст фото на фоне вот этого вот контраст цвета здесь слишком сложная получилась ли иконка лимфина в контур выбрать на заливки например сделать так и и вот это достаточно такая базовая композицию такого длинного блока эти внимание там слева направо справа на и так я бы посмотрел какие еще варианты компонент есть как можно сделать интереснее дальше вот здесь в этой фотке проблему с отступой их нет более-менее норму нужно смотреть вот что сделать с этим здоровенным пробелом здесь может быть какая-то форма на фоне ну то есть ура на бэккаунде этот блок развалился на две части прочее это 4 с плюсом дальше сам жив онт раз цвета здесь есть контраст цвета внутри рамка вот это литвия большего отступа я вот так обрезать под корень фотку отступ есть ком пицца здесь тоже поделась лифты размеры разные короче смотри фотографиями вопросов у тебя выбором фотографии есть вопрос к композиции внутри фотографии то есть то как ты обрезаешь эти фотки потом нету вопросов к тому как ты подобрала шрифты сами по себе есть вопросы к верстке типа в типографике верстке в тексте там и есть вопросы к композиции все это в совокупности дает ну очень много ложек дегтя работу даже классные изображения они работают не сильно вытягивает это вот перес плюс дальше съехала изображение влево и вверх вот это ништяк это не ништяк нету группировки это о и презентацию нужно усилить тоже плюс здесь нужно усилить презентацию по ней так сильно привлекает внимание здесь контраст слабые здесь иконки форм отступами вопрос перегруз здесь потом откуда взялись вот эти здоровенные скругленные углы вот здесь контрастом здесь проблему со стопом здесь проблему вот это у нас плюсом ну вот вот такой результат в принципе очень классно понравилась мне курсовая и очень выгодно на самом деле делать работы для заказчиков у которых есть классный визатор фотографов ищиков проход на фотографии что делать если например нету нормально вам нужно зазнакомиться с каким-нибудь классным если вы работаете заказчиком в другом городе нет вам нужно объяснить заказчику важность очень классного пола и дать ему референсы сделать так чтобы он нашел фотографа в юборде можно даже даже сделать так чтобы он предоставил вам там 3-5 портфолио фотографов вы бы выбрали эти ну под стилистику это проект из вот блин капец связки еще на в декабре голоса не был до сих пор не вас так она поносил к нету работой эту работа эти 100 на дать работ тарьи майоркина если нету работ когда в принципе вы как вы можете эти работы до сдать тренеру вы можете потом за что прикрытым кстати 20 так таня нашем городе уровень дизайна на поле и след от начальни заединилась как ли красный буквально так и знал я вот так кстати тоже думал об этом типа может быть может ли быть в ком-нибудь большом городке классный уровень битвала в каком-то какое-то время и как быстро это может случиться приводя примеры на маленьких городках европейских да там там есть какая-то культура да там как народ посвятомлен здесь у нас истории меньше в этом плане и но тем не менее люди то ездят до больше ездят как-то за рубеж больше смотрят на то что там есть да только единственное если они должны ездить в европу потому что если например ездить в турцию в турции вообще полная беда с визуалом рекламным вот прям полный пипец хуже чем вообще капец туристических городах поэтому там как бы уровень нормы и га не брать а вот если тур в европу натуры в европу сейчас очень поражали возможность очень можно ездить в москву силовые поездки короче да действительно как-то маленьким городкам походу ниоткуда или начерпать вдохновение и может какие изменения могут быть то короче может знакомить публику малых городов с тем насколько может быть круто опять же чуваки которые открывают в этих городах кафешки чуваки которые открывают в этих городах магазины одежда наверно общепит лучше заходит чем какие-то фэшн штуки плане одежды вот ну да через и поход и есть уже такой тренд и сачок то есть тренд на отток профессиональных кадров из больших городов в регионы и если вы порой эти в гугле есть дофига блогов на тему как чуваки были как ими менеджерами на столице или в северной столице и решили переехать понимать не средний или небольшой городок вот и прикол в том что человек который был очень крутой в москве он становится прям вообще лучше всех короче вот маленьком от кей он может все это будет заходить ну если конечно ходить вопрос адекватно например то есть можно открыть просто бургерную в том виде в котором открыт нам и тире и тире и это будет уже короче высокий скачок типа в плане воспитания требовательность и в маленьком маленьком городке вот чего может делать дизайнер здесь это брать тупо и переделывать король рекламный баннера прям и для заказчиков а просто для своего блога делать был такой я бы сделал так вот смотрите вот это некий такой способ влияния в одного конечно очень сложно будет 5 они погнали дальше матерки на горе старственный короче фотка точнее картина и кай да очень выгодно смотрится пистикам вот вот это более-менее да когда прямоугольник куда прозрачном вот это уже и на и холл смотрится вот это дело из рамки я сразу еще учитесь делать без рамок ну если они с каким-то здесь можно без маленький варится вообще так вот куда откуда взялся у нас вот этот вот вардовый он и лучше бы продолжать всю эту историю в цвете в котором вы начали далее вот в этом так ну и есть кое-какие вопросы к верстке размер дробно говорить не буду потом просить у тренера тренерской по уже к так курсач минус так мариинский театр пальца сейчас слова как делать не устойчиво смотрится так почему такой цвет непонятно я бы делал какую-то более камерную сцена веру стал бы чувак день сцены вот и это окей по верстке прям круто вот здесь не круто вообще не круто выключу по ширине вебе очень невыгодно делать потому первых адаптивов его у тебя не вариант не вариант нет когда затклить большой отступ отравнивания идем окра так в целом здорово опять ставить ответ так дальше интернет магазин здесь типа очень базово где тут пианино да сколько пианино есть но не понятно что это пианино вот это я бы переделал нужна более эмоциональная подача эта фотка растянута фотки остальные нормально но блин обрезать короче инструменты не очень загонять такие фотки в маленьких мат тоже это нормально это нормально это не это не нормально это не нормально здесь супер нормальный каталог на здесь тоже вот здесь график так ну и вот маловатый это 4 с плюсом так дальше он с иерархии в тексте напутано вот за что у нас три главных заголовка нет вот нужно вы есть здесь более-менее ок только короче непонятно что основное потому что это вот с иерархии и с иерархии часть нет ну вот такие оценки в принципе круто вот это нужно надо делать так так это абрамов как коннект все нормально но так окей и полунин да интересно да там так я в принципе так они 2 так а роман губ горник марс в ретро стиле так он сделан макет тристы сильная при этом загоняют у ретро их использовался в консолях во времена просто мы так далее ладно может а пока все знаете короче как будто если бы этот сайт делали это в начале 2000-х годов вот он был выбор яс немножко за ускулился представление алис такой до хрена всяких разных херлей этим нужно пофиксить посчитай количество разных размеров пользуешь разда должно быть один большой для сголовка сайта им для закупка блоков им размер для подсголовка блоков им размер даться причем абзацы технические может быть один размер размера и надлечащий так это с минусом о 6 и ров крафт и премиум откуда жите мне откуда здесь от тетла чувствуете разницу так потому что нельзя делать срочных разрядку функционально это необоснованно когда вы делаете разрядку срочных давайте вот тут прям усилим пример решили вы тарахнуть 10 процентов видно насколько у вас начинают друг от друга отваливаться буквы ну блин это же работает и на трех процентов и это короче это очень нетипичный для пользователя паттерна ну то есть это еще и не паттерна даже вот чего как можно делать пятку делайте в этих вот здесь у больше так то смотрится лучше это или это как вообще определять смотрите на внутреннее пространство буквы если отступ между начинают подбираться уже близко внутреннему пространству добре это есть это уже как бы не очень хорошо короче еще раз разрядка в срочных есть разрядка в срочных поливаться и стереться композиция норм короче если вы делаете здесь минимализм до когда вот так чувствуете разницу здесь еще пробел лишь а контроль дальше здесь уже айн потому что вот это сильно сожрало внимание а не сильно и мы пажа более выгодно наверное я этот нож вообще до фотку то у тебя была изначально какая а ну да вот вот такая была фотка смотри-ка если чего это очень удачное расположение вот да ладно короче композицию здесь перерабатывать надо здесь дальше что еще тени слишком жесткий ну прям жесткий ну капец вот тут у нас в шаду можно меня пустила а вот пусть так чувствуете разницу так нет контраст вот было как вот так было есть дыра здесь вот маленький ну короче нет угол другой так это пьерка да ну вот здесь я бы на самом деле тоже дараб тюрк 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 тюнями ну работайте как-то нормально с тюнями ну на самом деле жёсткая тень опять маленькие отступы внутри ну в смысле маленький интерненяж да маленькие отступы здесь здесь более-менее они здесь капец интер тюрк 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 вот он андроид юристика прямо хвои не он тюрк 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 да вот эту кривоту я подобрал до нормальный ромб здесь все отлично вот это вот вот это нифига не отлично есть выравнивание должно быть так ну и здесь нужно так и чё и это нас прикольно с минусом ну вот назы маскарова умничка очень классная портфолио получилось вот ты можешь улучшить левое время две недели срока так а мы погнали дальше никита абрамов по части качество трансляции будет думать с интернетом у вас будет ссылка на запись можете пересмотреть у у уже разряд а есть ну ладно в гротеске как бы еще он более-менее терпит потому что внутреннее пространство литер она больше чем точнее в геометрическом гротеске больше чем обычно мне в ротайске поэтому вопросов сильно нету вот есть вопрос только по хочет обильности есть может быть цвет вот в композиции вопросов нет здесь тоже все ништяк кроме вот этого отступа добрать нам верху и как-то вот это присоединить до поставить сюда будет меняться весь слайд так окей все слайдер в эту жесть ну нет нельзя так делать маленькие отступы слишком маленькие проли не есть короче вот это нужно это ништяк нет это ништяк вот ну смотри я как бы тут очень хотел 5 минусом поставить вот если бы не было вот этого экрана вот этого я поставил пятерку я ставлю за эту работу 4 с плюсом доработать вообще нефиг делать получится пока что и арт без ты блин опять этот консольный шрифт да нахрен он вообще нужен здесь я бы взял бы геометрический гротеск и радовался бы до потолка так короче чё круто он иллюстрация что не круто и в ты нужно делать вот этот элемент нужно аккуратнее сделать вот эти элементы по размеру нужно согласовать слишком здоровенный ира этот чувак плохо обтравлен это ништяк здесь композицию переработать и нужно окончательно смотрят прям смотреть всякие по этой работе технологичных темы прибыли значит если вы делать если у тебя проблема например выделение работы с уровня нормы россии короче чуваков которых ты считаешь прокачанными в плане насмотренности давать тебе обратную связь и работа нормы не считают какие не очень вот как бы помощью их калибрусь и нас пока что это как бы видно что ты некоторые элементы взял классные а у тебя вот такие классные но какие-то элементы тверка так есть слишком агрессивный красный до смотрится агрессивного с этим черным вот здесь нормально смотрится легко еще на фоне с желтым что не желтым это нужно переделать используешь а ну-ка не здесь тоже аж нет композиции это прикольно только с подступами внутри отступ больше чем нет разная толщина контура фонках разными ветерская иконка будет так ну более-менее да вот это только аккуратнее нужно сделать так чё все главный экран тоже четверка так дальше дай лапу раз цвет слабый фоткой и не грязные количество цвета непонятно зачем такое нужно да смотри давай эти немножечко у по части насмотренности ищешь собачек и бле и я тебе сейчас покажу на какие работы ориентироваться на буду смотреть с реалистичными фотками то есть из иллюстрации здесь ориентироваться нет а раз ну это нет наверное потому что фотка проська не фотки с иллюстрациями я не смотрю задача смотреть графе так не понял . веб-дизайн вот это да вот это тоже да но здесь с обработкой то не эллистичная фотка но больно нет 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 да ну вот как так тут основные моменты это цвет фона контраст цвета сочетание цветов дальше по по графике рельняж по отступам позиция по аккуратности так это тверка рейд фут лишь тут контраст получше распредел он допустим главный экран хотят типа тоже нужно как-то сгруппировать получше ну устойчиво здесь с отступами проблемы здесь цветом по крайней мере хорошо здесь нужно переделать и делаем с цветом хорошо с фотками хорошо с контрастом цвета хорошо кроме вот этой вот плохи и и нужно работать с отступами сверстка оттатцев это из плюсом вот круто я тебя поздравляю с окончанием с этим портфолио тоже можно брать заказы потому что на каждое портфолио сейчас есть тенка требности предпринимателю пола впринь по крайней мере даже лисовки сделать уже так дальше погнали виктория беляева нет работы галина александрова и таки здравствуйте так играем а учим испанский играючи чуть побольше интер дня что-то парень сутками и ну много ранжевого посмотри цветовые схемы иллюстрации вот даже тут иллюстрация если порыть отреть цветовые схемы можно у тебя это вектор очень классно рассказывает про цвет мэдрэббит смотрите его так короче цветом нужно поработать дальше стилистик иконок программ выпал эти иконки старающие но хотя в принципе нормально а вот это уже в другом стиле пошло остается форма той формы которую те даже геометричный этим не сочетается это иллюстрация пульволом выком короче бык это лучшая ситуация на это эти нужно экипироваться прям и обрати внимание насколько геометрия решает графики на то есть данный паттерн создает про геометрию просто погублите статьи геометрии вот я про что говорю какие-то закономерности покопайте эту тему да почти реальности это нужно да почти согласовать статистику так это перес плюсом и пор согласованы стилистики на самом деле это очень короче базовая вещь первую очередь оборачивай согласованность так да контраст только слабый свет нет полинняжима отступа плохо есть тоже большему делать сеткой тут как бы не очень там нужно смотреть как уровне здесь дыра самое так тут пошло короче повторение вы начинаете повторяться да то есть использовать одну и ту же композиционную идею часто вот когда у вас нету в голове вариантов композиции которые могут быть на этот счет есть одно упражнение простое например а короче что нужно делать например ты хочешь улучшить вот эту работу и твоя задача например переделать ну возьмем например какой нибудь блок вот вот весь вот этот да с четырьмя фотками ты берешь короче заходишь на дрибл ищешь всякие разные референсы ну не знаю можешь даже по теме travel искать вот прям прямая тема только твоя задача это здесь выделить работа из уровня нормы если самой сложно когда ты просишь а ей более прокаченным видением помочь тебе формы вот ты видишь ага вот есть внутри какой вот так реализован в принципе можно сделать например а вот этот блок твой вот так да слайдером можно сделать вот так тоже слайдером главный экран вот можно сделать например как-нибудь так там можно сделать так да можно сделать ну сюда ладно не особо нужно модифицировать а а как еще а а а а а а а вот можно сделать так смы хотя ну несмотря на то что главный экран может быть он и нам можно то же самое композицию постепенно ты ну и так далее вот так смотри и твоя задача выбрать короче пять топовых референсов только по внутрику и сделать взять ту же самую стилистику которую у тебя есть да то есть те же самые цвета те же самые шрифты те же самые фотки только расположить их по-разному то есть расположить их точно так же как например в этом рейт вот в этом референсе так далее то есть все те которые я указал и тогда у тебя будет формироваться свой собственный арсенал возможных композиционных решений вот и все и у тебя дальше уже будут идеи о новым работам и композиции интернет магазин но это слишком во первых это шрифт для набора да есть конечно такие интересные акцидентные элементы но пользовался вот вот здесь тоже здесь твоя задача искать лучше и искать прям и копить референсы вализме и вот хочешь поищи прям вот так со не факт что здесь на супер кстати файл 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 для файл файл когда этот 致 С бэкграундом. Это отстой, это отстой. Это перегруз. Это недогруз. Вообще old school. Нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Короче, а, ну это пошло старье уже. 2000 года. 2000. Ну, короче. Так. Это у нас iOS. Да, классно. Цвета. Угол вот этот, ладно. Пусть будет. Не борщите только, пожалуйста, вот с этими. Ну, блин, иногда прям так дырка получается. Короче, вот этот экран, да. Кроме тарлиняжа здесь вот этот экран, да. И вот этот экран, да. Или отступы. Вот этот нет. Добинант нет. Этот экран. Менец. То, не менее, здесь, конечно. Чуть-чуть будет. Так. Опять. короче берешь рифы сейчас дам а мобайл например работа меня немного и пока выбираешь угодно делаешь 4 варианта или 5 вариантов той же цветовой схеме конечно контраст можно но только в разных композициях референсы там реально крутые раз на видно да обратите внимание что тренд в сторону упрощения когда идет тренд в сторону упрощения если вы как бы интересуетесь этой темой до трендов почитайте теорию решения изобретательских задач и раздел законы развития технических систем там прям как бы есть конкретные инструменты законы развития технических систем применяя эти законы можно однозначно прогнозировать развитие любой системы в том числе и системы дизайна например мобильных приложений и там есть такая штука закон называется закон ну упрощение короче на самом деле он называется закон сворачиваемости рабочих органов там что-то в одно но суть этого упрощения в общем типа другими словами на примере да в моем автомобиле например или в мотоцикле было отдельно типов отдельно мотор был и отдельно колеса ну то есть мотор и так это отдельно субстанции через трансмиссию соединены с колесами а есть сейчас такие штуки которые называются мотор колесо то есть это мотор интегрирован леса вот а это называется закон сворачиваемости рабочего органа ну типа на упрощение один хрен вот и вот как бы тренд на упрощение просто достать мы получается там законов как минимум 5 почитайте реально очень круто очень интересно там короче у меня есть книга раз притащу книгу минутку вот это и на дивана формула творчества или как научиться изобретать это старый переплет есть новое издание короче есть здесь задача это для школьников есть еще есть задача опишите короче в какую сторону будут будет развиваться техническая система ручные часы как бы наручные часы в конце ответы а книга 80 какого-то года и в ответах у описан прям apple watch ну прям вообще конкретно я офигел ну то есть восемь седьмого гонком имени папу в очень не облачет поминь вот примерно так так 4 с плюсом задача качать насмотренность так ольга беляева блин надо реально сделать интенсив так чтобы насмотренность из всех щелей там лезла реально так оля беляева оля беляева только вчера 3 сдавал да ты чё у тебя есть такой предмет суши очень круто это очень круто что погнали лучший кофе в твоем городе речь идет про кофе я встречаю очень много таких типа self-made решений без привязки каким бы то не по трендам прости пожалуйста что я это делать но но и же куча референсов да только я не учел один фактор референсов разного уровня я даже пост сделал вчера на эту тему смотри в этом общественно референсы по кофе короче вот у новичков есть такой затык небольшой но он решается на самом деле быстро да это стремление создавать стремление создавать и делать только свое только свое вот это кардинально неверно потому что эта штука она очень сильно замедляет ваш прогресс почему потому что вы отсоединены от трендов сильно вот вот потому что вам кажется что если вы возьмете хотя бы чё-то из другой работы какой-то кусочек композиции или шрифтом и цвет тогда вам может показаться что вы дырите ну то есть плагиат но и на самом деле нет и как справиться с этим убеждением чтобы научиться создавать лучше и сразу хорошо смотрите нужно понять просто как работает ваш мозг значит идея она создается на основе активации между нейронными группами если вот так образно объяснять вопрос в том как формируются нейронные группы короче вот например я такой хоп посмотрел картинку ага у меня целая нейронная группа сформировалась да типа по цвету по фоткам по расположению к по шрифтам по формам да прям группа такая она связана коп вторую фотку еще одна группа сформировалась коп третью фотку третья группа сформировалась да если я например еще разбор сделаю тогда у меня еще сильнее формируется связка да и у меня получается вот три типа работ посмотрел три нейронной группы бах и сформировались а мозг то что делает он берет эти группы и коннектить начинает и получается что новое вы в любом случае создаете из того что есть то есть это называется синтез синтез это всегда создание чего-то нового даже в ядерной физике синтез посмотрите определение это когда две частицы летят короче друг на друга сталкиваются и в результате столкновения образуется либо какая-то новая частица да то есть более валентная да то есть с большим количеством электронов там ну я как бы не сильно разбираюсь в этой теме либо образуется менее валентная при новин и что-то там выделяет ну чё-то новое точно так же мозг работает поэтому ваша задача на самом деле это смотреть все и использовать все только тут есть один нюанс это какого качества вы контент загружаете в голову если вы например смотрите работы с fl.ru до воспринимая их как типа уровень нормы тогда у вас средний уровень генерации идей примерно на этом уровне будет задача короче очень сильно отфильтровать то что вы в голову загружаете и это я называю насмотренностью умением выделять типа очень крутое из всего а этого очень крутого реальность всем во всем объеме 12 процента вот и этот навык реально стоит качать и на этом уже да то есть загружая вот эти куски инфы вы можете формировать сразу текст на новые идеи ну то есть идеи из нового контекста вот как скотт по одной работе я надеюсь что что вы поняли о чем я горю кто понял ставьте плюсик пишите вопросы задавайте вопросы короче переделать вот это прикольно по графика чуть поменьше вот это лучше фотку взять контрастом проблемы вот эта фотка прикольная но теме кофе поймите есть очень много вот прям жестких клише ну то есть такое я представляю кофе значит я представляю типа кружку капучино и сфотанную сверху и обязательно сердечком блин ну это вот вот это например да кружка кофе ну и чё или мы представляем кучу зерен рассыпанных из кружки блин вот вот это вот это это прочё это про новую культуру потребления кофе мою грюновую но это новая для россии у нас сравнительно недавно в темпе урата в кофе где очень сильно морочится насчет только самого качества кофе интерьер весь там просто вокруг кофе вот и это фотка типа очень похожи на то как у них вот например но это из типа из из серии для уральность или как создавалась вот этот банальщина вот это банальщина вот таких иллюстраций вообще нахрен быть не должно но по части кофе это мы видели вот и банальщина вот это прикольно вот это атмосферу сразу создает да вот это в принципе прикольно ваша упаковка сама огонь вот это нет тут типа рассыпано чё-то кофейные зерна вот это чем по ночи на ну капец вот это типа окей более-менее про обжарку еще как-то банально банально вот в референ взял огонь фотки посмотрите фотки понятно да я надеюсь вот но то что ты сделала это круто потому что ты сделала и я начинал тоже блинчиков поэтому все нормально оценка только это четверка постарайся постарайся знаешь чего можно делать возьми референсы вот отсюда или который я показал записи посмотришь вот это кстати отстойный референс вот и постарайся сделать например возьми три референсы и постарайся сделать глав два первых экрана в стилистике этих референс вот а потом из этих референсов сверечь от свое рифт еще нужно баланс л и у далеко уечеб вот пил так катание на собачьих упряжках окей маленький отступ вот эту вот всю группу я бы разместил по центру по вертикали по вертикали а это ништяк фотки огонь да ништяк да тоже хорошо с тенями посмотри как их аккуратнее сделать да вон да не пишет чужая идея плюс идеи еще чужая идея плюс идеи равно своей идеи вот это нет потому что отступ филстрация огонь вот этот блок короче делать есть меньше элементы право сделать здесь решить вопрос вот это норма вот это норма вот это перисплю хорош так здесь нужно решить вопрос цветом цветом из композиции видишь у тебя прям такой прямоугольник прям вырезанный что здесь хорошо фотки опять же да видно тренд реакция на тренд скажем так или скорость трендов ювелирки ювелирка потому что это фэшн смотрите какая фотка круто и здесь короче та же самая история прибыл ну или бихен с чем садите с собой чувака который сечет в трендах и мучаете его чтобы он вам показывал то что он считает трендами даже из того что открылось да это Женя рунжик сочник тоже это показатель того как можно делать фэшн потому что там у них основная ну получается основная стилистика которой Женя придерживается которой видимо она привыкла это фэшн и она реально физически круто это делать вот прям я рекомендую смотреть очень круто короче смотрите здесь дофига на самом деле риф в классных так варайте стали дальше отступ тени точнее здесь рамка вот это прикольно подпись прикольно с цветом реально и этот блок он вот остался из 10 подступов полили так в принципе то что внутри прикольно вот этого не видно должен быть контраст смотри-ка дохренище контрастного так-то то же самое упражнение берешь короче три понравившихся тебе референсы ну можешь брать не самые такие дикие с точки зрения композиции вот такие умеренные да можешь взять и дикие в принципе сделать три варианта со своим контентом со своими шрифтами и со своими фотками поэтому поработать вот так это ну хотя нет ну хотя нет четверку с плюсами четверку так айос приложение для сна вот смотри вот это нужно усилить вот это наоборот ослабить вот это прикольно это тоже в целом норм ну собственно вопрос вот это да норм короче вот это доработать с плюсом девочки любят передекорировать это нормально на первых этапах вот но лучше упрощать где здесь передекор шрифт головка потом где здесь еще разница стики три заголовок здесь ой здесь ой такого размера вот и плюс фон на котором ни хрена иконки не видно иконки вот эти да прикольно то как сверстно внутри модуль да попробуй пожалуйста выбрать какой-нибудь приятный женский цвет вот очень классный же выбрала предиент про лобби фона презентации вот попробуй пожалуйста что-то похожее сделать по еще раз глянем референсы по мобайлу есть прям прикольно вот смотри попробуй сделать например как вариант вот персиковым давай прогрузить в общем глянешь да здесь вот такой вот персиковый прям белый нежный на персиковом вообще побольше потом еще можно взять из такого вот такую цветовую схему здесь жестковат и синий можно взять такую цветовую цветовую схему но он такой достаточно флегматичный вот поэтому да наверное вот что-нибудь такое найди или прям поэтому четверка так далее без командов издали издали по плохо нет то так ну вот что да все я поздравляю вас с окончанием давайте теперь я озвучу что дальше делать и кто попадает дальше в мастер-группу биржу чат вот предварительно расскажу мастер-группа это объединение дизайнеров выпускников в дай есть сообщество мастер-группа в которое я вас добавлю вот есть кат мастер-группы где всякие разные обсуждения и разрядка в плане пофлудить и рабочие моменты есть группа в которой исключительно рабочие моменты тема которая тут классно заходит это лайк тайм и вот прям лайк тайм лайк тайм иногда какие-то вакансии закрывают дальше есть биржа вот но биржа сейчас не сильно рабочая потому что я перестраиваю формат пока не определился с новым здесь ну я вас сюда добавлю но пока что не ориентируйтесь на какие-то заказы отсюда потому что они здесь будут в ближайший месяц или два очень редко сразу вас предупреждаю чтобы у вас были не было довышенных ожиданий вот вообще изначально эта штука создавалась следующим образом ко мне прилетали какие-то заказы вот потом к участникам сообщества прилетали какие-то заказы и мы постили здесь сейчас я немножко оптимизирую команду вот и пока не определился как это развивать но карточка доступа у вас будет и чат выпускников это чат всех выпускников вне зависимости от результата и он нужен для того чтобы те кто хочет подтянуться могли быстро подтянуться потому что в этом чате есть профессионалы в том вот значит дальше по каким критериям я зачисляю в мастер-группу и биржу если у вас три пятерки любого качества и две четверки не ниже четыре с плюсом дальше в мастер-группу но не в биржу попадают люди у которых две пятерки любого качества все остальные четверки с плюсом не ниже и остальные попадают в чат выпускников ну погнали Анна Демина мастер-группа биржа чат выпускников поздравляю Лена Сухи биржа чат выпускников поздравляю дальше Владислав Танчук не аттестован попадает пока никуда если сдаст работу попадет гарантированно в чат выпускников дальше в зависимости от оценок Ольга Быкова мастер-группа биржа чат выпускников потом Екатерина Карпухина одна четверка поэтому только чат выпускников пока что пофиксить несложно надо мастер-группу очень долго Екатерина Приемхова мастер-группа биржа чат выпускников Алимхан Башаев к сожалению не аттестован Ева Хархардина мастер-группа биржа чат выпускников потом дарина рукова мастер-группа биржи чат выпускников потом инна шестакова просто чат выпускников нужно повысить хотя бы одну четверочку с плюсом . что она понасюк не аттестована очень жаль дарья майоркина мастер-группа биржи чат выпускников роман губкин и аттестован позже очень же назым аскарова одна четверочка и оба пофиксить будет круто время есть две недели никита абрамов чат выпускников он виктория беляева не аттестована к сожалению галина александрова чат выпускников в роком поздравляю с ранее они были тоже чат позже поздравляю с окончанием вот дальше и дима и павел и аттестованы от работы если возможно в двух недель вот и по традиции смотрим статистику и нисколько а теорг а папа павел а только у нас оценок всего от 3 работа сдава тёрк двадцать восемь двадцать восемь шестьдесят пилых эту 44 процента до цель достигнута показатель от 40 до 50 общей это очень поделать дальше обязательно обязательно оставьте ваш отзыв об интенсиве вот здесь это прям дать на постарайтесь написать отзыв в формате а конкретно было для вас полезно инсайты какие навыки вы сформировали за это время и что вы намерены делать дальше то есть некий такой знаете ретроспектива или рефлексия потому что это некое завершение вашего собственного процесса анализ того что было если вы классной это проделаете упражнение тогда вы сформируете себе ступень от которой вы в дальнейшем сможете отталкиваться вот если вы не пропишите да то есть не сделайте эту практику но как бы ничего страшного наверно в этом нету но вам тогда придется все равно к этому вернуться и сформулировать какой же опыт вы получили на интенсиве чтобы это закрепить это очень важно я вам рекомендую не откладывать ему дать свой отзыв по горячему вот прям сейчас они дальше мы вам еще я вам еще отправлю форму оценки как только разберусь с этим процессом как работает и дела принято он вот и попрошу вас дать мне обратную связь о том что было хорошо на этом интенсиве и что нужно улучшить я сейчас взялся вот назад они не только его не все получается короче быстро вот но тем не менее процесс улучшения идет следующий поток я вот группу для обучения вот этот поток 31 января начинается и дальше я приглашаю тех ребят которые прошли в мастер-группу с классным результатом да то есть с пятерками в основном я принял в кураторы но чуть позже я вам еще напишу до 31 января и я буду проводить отбор кураторов как самый лучший смогут попасть от наверно отрез потоков вот что такое кура куратор ства это опыт прохождения интенсива с другой стороны основной упор на арт-дирекшн то есть ваша задача это сделать так чтобы три человека которые находят вашей команде дошли до конца с крутыми результатами то есть ваша задача их ориентировать и давать им обратную связь вот ну а дальше процессе того как вы развиваетесь вы можете стать тренинг эри тренер ста это пока в месяц доход или около того классная портфолио и счастье в мастер-группе и держи вот такие критерии собственно на этом все если будут какие-то вопросы можете писать мне напрямую если да и по поводу сертификатов тоже я разберусь как этот процесс работал раньше его как прощу и делаю вас сертификат ну или по крайней мере процесс быстро были готовы сертификаты если нужно сертификаты по запросу прились так все на этом все я вас поздравляю дать на сделайте себе приятным вас на поработали этого или вы большие молодцы можете собой гордиться то что вы сделали это круто и с любым портфолио можно а за только мать есть всем пока пока отличного вечера откуш